Крымская весна Крымская весна Крымская весна Мы захотели быть не только свидетелями Свидетелем можно быть, находясь перед экраном телевизора Мы нагло пожелали стать соучастниками этого исторического события И у нас получилось А как вы ехали в Крым? Через пролив? Да, мы ехали через пролив И здесь тоже замечательная история произошла Приехали мы к парому Какое-то время нам пришлось постоять Потому что переправлялись Вежливые люди в это время Вы их видели? Да, конечно И кое-какая техника Тем не менее, мы благополучно переправились И я много раз там ездил Поэтому стал делать привычные вещи То есть выехал Подъехал к таможне Никого нет К украинской таможне Она была пустой Она была совершенно пустой Причем получилось так, что мы первые выезжали с парома Если бы кто-то впереди ехал, было бы проще Я просто смотрел, что люди делают Тут я ехал первый Проезжаем к посту Где паспортный контроль Тоже никого нет В общем, весь этот предбанник Мы проехали практически Никого не было Ни военных, ни штатских И уже когда выезжали Из отстойника Вот из этого, из пограничного Распахнутые ворота И у ворот стоит Огромный такой вежливый человек С ручным пулеметом в руках И так благожелательно на всех смотрит Мы подъехали, притормозили Я открыл окно Спрашиваю И что? Он говорит, ничего, езжайте То есть получилось так, что мы практически первыми были Кто проехал еще до референдума Уже по практически российской территории По факту границы уже не было Нет, уже ее не было Еще на своей территории мы проходили погранконтроль А на украинской уже нет Александр Алексеевич, Крым это не чужое для вас место Как я успел узнать до эфира Вы его знаете еще с советских времен Вот чисто внешне Чувствовались какие-то перемены, изменения То, чего раньше не было Если говорить о 2014-м годе То каких-то внешних изменений практически никаких не было Ты чего вдруг быть Но вот Настрой у людей Чувствовался вот сразу Куда бы мы ни приезжали Везде какая-то эйфория была Когда мы ехали из Керчи Сейчас Керчь проезжаешь, мост И мимо Керчи проезжаешь Да, нужно было всю Керчь пересечь И вот когда мы выехали из Керчи на трассу Ехали и Я смотрю, у меня каждый второй мигает фарми Какая привычка у русского водителя Гаишник стоит Проезжаем, гаишников нет Мигать продолжают Только потом до нас дошло, что видели наши номера российские И просто нас приветствовали А потом начали еще и флагами из машины размахивать В общем сигнались То есть увидев российские номера Люди почему-то радовались Ну, тоже это было, конечно, приятно Но вот эта эйфория, она буквально сразу почувствовалась Для меня был неожиданный момент Вот когда мы въехали на территорию Крыма В том он состоял, что я не видел никакой наружной наглядной агитации Практически Вот когда у нас проходят местные выборы Наверное, со мной согласятся телезрители Увешивают все подъезды разнообразными плакатами И не только подъезды, но и стены домов Столько много мусора А когда мы приехали в Крым Я еще удивился Они не забыли, что у них 16-го референдум Вообще не было никакой наглядной агитации Кроме, наверное, одного стенда вдоль дорог Содержание этого стенда я уже сейчас не помню Но там Крым и Россия вместе Вот что-то такое было, да И больше ничего Ну, я как водитель, может, побольше видел Наглядная агитация была Но она действительно была без избытка Кое-где вот висели действительно плакаты Крым и Россия Крым с Россией Вот что-то в этом роде Не очень так броско Просто действительно, как напоминание Что именно вот 19-го референдум А вот в городах Мы видели наглядную агитацию Которую сами жители делали У нас еще фотографии есть Когда люди просто на картонках На кусках ватмана Писали свои личные плакаты И потом их либо несли Либо где-то вывешивали Вот такая агитация была И понятно, что ее не заставляли делать Это люди сами просто были в таком состоянии В приподне там, они хотели выразить свое отношение Вот к этой ситуации И вот такая агитация была Я так понимаю, в Крыму почти праздничная атмосфера Царила в эти дни Да, не почти, просто праздничная Даже там, где люди, в общем-то, выходили просто погулять Вот когда мы проезжали южный берег Крыма Помнишь, там Ялта Люди просто это Там были, по-моему, в субботу Да, мы приехали в пятницу А по Ялте мы ходили в субботу И люди просто субботним, весенним, таким солнечным днем Гуляли по набережной, по променаду Вот Почти все с флажками, с российскими Почти все с какими-то плакатиками Все, в общем, такие возбужденные С балконов флаги не вешали? Вешали Да, и вешали Вот И момент такой один Не знаю, ты помнишь или нет Мы идем по Вот не помню, только в Севастополе было или в Ялте Идет семья Вот типичная молодая семья Папа, мама и ребенок Папе, маме, там где-то 25-30 лет А ребенку, ну, годика четыре И ребенок идет с флагом и кричит Ла-си-я Ла-си-я Ну, это он в Ялте на набережной Да, и все, естественно, улыбаются В общем Но это тоже говорит о том, что Ну, не станет ребенок кричать Россия, если об этом не говорят дома То есть, если он это не слышит То есть, это опять никакая не агитация Никакая не постановочная вещь Это просто вот от души Ну, а когда мы проезжали По дорогам Крыма Мы так шутку делали ставки Александр сказал, ну, как ты думаешь, сколько Как бы людей проголосуют За воссоединение с Россией Ну, я так подумал 85-87%, вот примерно так Но когда уже, забегая вперед, скажу Когда мы поздний вечер Возвращались обратно И по радио стали уже объявлять Предварительный ток голосования Где было 96-97 Ну, как бы вот мы Вот лично я ошибся На 10% Ну, я хочу сказать, что на самом деле Вот совсем радужную картину Рисовать бы не стал Потому что какой-то процент Он маленький, конечно Но все-таки был у людей Которые были категорически против Ухода Крыма из Украины Вот Просто ради справедливости И из-за этого даже Довольно жесткие были ситуации в семьях И у меня лично просто Вот есть знакомый Это пилот, например Я фамилию не буду называть Который меня учил летать Вот в Коктебеле У него жена Западной Украины А сам он, кстати, русский Он из наших краев Из Нижегородской области Ну, просто всю жизнь Живет уже в Крыму И у них очень такая ситуация Неприятная была Потому что жена Категорически была против Возвращения Крыма в Россию А он, естественно Не мог быть против Возвращения Крыма в Россию В общем, ну, как-то они выходили Из этой ситуации Они, слава богу, не развелись И все нормально Но просто я хочу сказать, что Какой-то все-таки Небольшой процент против был Другое дело Что и большая часть из них Тоже не пошли просто на референ Ну, почему? Не потому что боялись На самом деле Никто никого Ни к чему не принуждал А просто они Даже они понимали Что подавляющее Большинство населения Категорически За возвращение Крыма в Россию Поэтому они понимали Что бороться с этим Ну, бесполезно Против народа же Как говорится, не попрежь А я добавлю Вот именно в этой семье Мы и ночевали вторую ночь Ну, да, кстати Вот Он, кстати, нам не чужой Он земляк Он родом с Мухтоловского района Нижегородской области И нам повезло Потому что, по-моему, они Их квартира на пятом этаже А на первом этаже Вот этого жилого дома Развернулся пункт голосования Поэтому для того, чтобы... Да, убирательный участок Да, да Чтобы зафиксировать как раз Вот И увидеть воочию Процесс голосования Нам просто нужно было Спуститься с пятого этажа И Александр взял И сфотографировал Вот эту очередь Ну, мы решили сначала Посмотреть Как бы Получить общие ощущения То есть проехали Практически по всему Крыму А вот наблюдать решили Именно в Феодосии Ну, во-первых Потому что там действительно У нас есть знакомые Которые могли остановиться Во-вторых Это был заключительный день И потом нам проще было Выезжать из Крыма Потому что погода была Очень хорошая Мы боялись Как бы шторм не было Тогда мы не смогли Моста же не было еще Вот И да Вот Иван Иванович прав Мы буквально С пятого этажа спустились Вниз На первый этаж И стояли Смотрели Как люди идут Голосовать И там тоже Такие душесчипательные Совершенно вещи происходили Когда Помнишь Парочка Пожилых людей Очень пожилых Совсем пожилые Я не знаю Сколько лет было Но они еле-еле шли И вот эта супруга Из этой пары Она сказала Что мы уже годы три Вообще не выходили Из квартиры Ну то есть Дети приезжают Привозят продукты Там помогают Что-то На девятый десяток Уже видимо Да-да-да А на улицу не выходим Потому что Но здесь Они вышли И проголосовали И Наверное Как во всех городах В этот избирательный Одного человек С оружием Этому человеку Было так На вид Лет 70 И у него За плечом Какая-то Берданка Висела Времен гражданской войны Времен гражданской войны Да Не знаю Зачем она ему нужна Была В общем Вот Это один единственный раз А разве вежливые люди Не охраняли избирательные Я вообще их не видел Мы Мы их не видели Вот с Иваном Ивановичем Мы проехали очень много Городов И видели эти избирательные Участки Нет Значит Что касается вежливых людей Что они там делали Вот что мы видели Что мы знаем Значит Были Определенные Военные объекты Население Ну в кавычках Которых Могло дестабилизировать Обстановку Вот вежливые люди Просто взяли В кольцо Вот эти вот объекты Такой объект был Например Вот как раз Феодосии И Сергей Вот человек Который мы ночевали Значит Нам рассказал Такую историю Помнишь Да Значит Вежливые люди Встали вокруг Этого объекта Это военный объект Ну воинской части Значит И УКП поставили Там по-моему Бронетранспортер Или танк Я сейчас точно не знаю Не помню Вот И сказали Вот этим ребятам Украинцам Которые вот В этой воинской части Если вы хотите Можете уйти Только оружие оставьте Если не хотите То оставайтесь Ну тогда мы вас не выпустим И к вам никого не пустим Значит Часть ушла А часть побоялась Просто непонятно было Что будет Они же все-таки Присягу давали Хотя В большинстве случаев Это русские Кстати Говорят люди Это Крымчане То есть Это не украинцы С материка А вот именно Люди с полуострова И кто-то остался Ну и там Получилось так Что это уже длилось Несколько дней Продукты к ним Не подвозили И их жены В том числе И знакомые Вот этой нашей семье Приходили Приносили еду Своим Мужьям Офицерам И вот Рассказывают Такую историю Эта история Произошла На глазах Вот у Жены Вот этого Нашего друга Которая подругу Свою сопровождала К этой воинской части Которая Относила еду Значит Ситуация такая Ну они разговаривают На КПН Вежливые люди стоят Никому не мешают Вообще Ни во что Они действительно Были вежливы Они никому Ничего Никого не агитировали Просто стояли Своим присутствием Только присутствием Воздействовали Вот И она говорит Вдруг мы смотрим Подъезжает Какой-то микроавтобус Выходит Из этого микроавтобуса Девушка Оператор И значит Подходит Там К краю Этого Значит Этой воинской части К забору И Ну недалеко Они отошли Их было слышно Ушли бы они подальше Никто бы ничего Может быть Ей не узнал И не увидел Но они стали Слишком Девушка Видно Неопытная была Журналистская Там ей лет Было 19-20 Наверное И слышат Они такие слова Значит Я вот нахожусь У такой-то Это украинское Телевидение Я нахожусь У такой-то Воинской части Значит Ее взяли Как это называется В общем В кольцо В осаду Даже не в кольцо В осаду Да Ее осадили Русские Войска Российские войска Значит Если вы прислушаетесь Вы услышите Срельбу Только что затихла Канонада Ее там Обстрелили Из крупнокалиберных Орудий Вот Ну все Мы все Так Повернулись к ней И слушаем Чего она говорит И потом Какая-то Да И они понимали Что это опасно Потому что Если все это Сейчас пойдет Ну это Дестабилизацию Вызовет И женщинам Совсем не хотелось бы Чтобы их мужья Участвовали в каком-то Корупролисе И стоили с другой стороны И в общем Говорит Мы всей толпой К этой девушке Окружили ее И говорим Где Какая-ка она Надо Где-то Слышала Стрельбу Что Где И она Сказала Такую Замечательную Вещь Баба Вы поймите Мне же Детей Кормить надо Ну и до этого Мы тоже Там нам Рассказывали О провокациях Которые пытались Организовать Ну практически Ничего Не получилось То есть Все прошло Очень тихо Мирно Спокойно А я вот Вспоминаю Действительно Обстановка была До этого Реперендума Напряженная Как-то волей судеб Где-то спустя месяц После Вот этого Исторического События Нас Занесло В подмосковный Город Черноголовка Где живет Писательница Уроженка Крыма И вот Она Вспоминала Я повторюсь Что мы Не были только В районе Евпатории Не были в районе Гурзуфа А вот Она Проживая В Подмосковье И видя Вот всю эту Обстановку На Украине Она действительно Каждый день По несколько раз Перезванивалась Со своими Родственниками Друзьями Которые остались В Крыму И они ждали Нашествие бандеровцев Вот такое Ну что касается Вот провокаций То Когда мы ехали Из Симферополя В Севастополь Значит Ну было Несколько блокпостов И на одном Какая-то была Длинная такая задержка Я еще понять не мог Почему так долго Говорит Все блокпосты Быстро проезжаем Оказалось Что как раз Перед нами Буквально За 5-10 минут Задержали микроавтобус Подозрительным Он показался Потому что там Молодые люди были Целый микроавтобус Человек 15 К нами был И все там В возрасте 20-30 лет Вот так вот Начали их проверять Вскрыли пол И там у них В общем Домой шашки Фальшфейры Еще там что-то Полный арсенал Да Ну в общем Попытки-то были Но очень хорошо Работали Да Еще один момент Нам в Севастополе Рассказали Когда мы приехали В Севастополь Там же мы вручали Икону Да Приехали В Исполком Севастопольский Ну там Нам много чего Рассказали Показали И среди прочего Рассказали Историю Которая произошла Буквально Вот перед Нашим приездом Выезжает На одну из площадей Севастопольских Машина Но когда она Въезжала Кто-то из бдительных Жителей Просто жители Увидели Она им показалась Странной С киевскими номерами И они Сообщили Как у нас Говорят Куда следует И эту машину Стали отслеживать Ну и в общем Как оказалось Бдительность была Проявлена правильно Значит Выезжает на одну Из главных площадей Эта машина И выходит оттуда Девушка С камерой Мужчина И еще один С заднего сиденья Мужчина Выходит У которого Лицо Залито кровью А уже готов Уже готов Да То есть он уже Избит Уже И какие-то плакатики Но тут же Моментально Их народ окружил Ничего с ним Понимать не дали В общем Ну вот Тоже такая попытка Провокации Поэтому Я могу сказать Что вот Меня например Просто восхищает Как наши сработали Как все это было Четко Продумано И спокойно Без какой-то нервозности Вот на самом деле Нервозности Никакой не ощущалось То есть те Кто должен был Это отслеживать Так хорошо Поработали Что это действительно Был праздник Все было Очень мирно Спокойно А откуда Откуда Такая эйфория Вот вы знаете Многих крымчан Как они сами Воспринимали Свой быт 90-х 2000-х Очень простой ответ Вот с Иваном Ивановичем Мы шли как раз Тоже по Ялте И Иван Иванович Мне говорит Давай возьмем интервью Давай возьмем интервью А вот А я говорю Нет Это неправильный подход Нужно выйти просто в народ И слушать то О чем говорит Интервью можно Мы и брали интервью Но лучше в толпу Затесаться и посмотреть И вот мы идем По набережной Ялты И перед нами Идут две Жительницы Крыма Местные Понятно Что это не приезжие Ну лет так 35 Вот так где-то Дамы Такие Украинские Такие Одна украинка Явная Другая русская Ну по речи И выгуливают Они девочек Ну лет 80-ти Да где-то так В начальной классе Ну да где-то так Вот И разговаривают Между собой Вот я говорю Слушай Давай прислушиваться Что люди говорят А разговор такой был Одна другой говорит Приходит моя Олеся Олеся Да Олеся Приходит моя Олеся Домой из школы И плачет Я спрашиваю Чего Это они между собой разговаривают Она говорит А меня Меня учительница отругала За что Ну я сказал Что я Олеся А она говорит Никакая ты не Олеся Ты Олеса Вот И это Простая женщина Ялтинская Значит С применением простых Русских слов Которым Нельзя сейчас произнести Но объяснила Как она к этому относится Очень резко Отрицательно Это о чем Почему я этот пример привожу Это вот как раз Пример Насильственной украинизации Крым не принимал ее Вот как не пытались Украинизировать его А его в определенный момент Очень жестко начали Пытаться украинизировать Это вызывало Прямо противоположные ощущения То есть люди Категорически против были Это первое Второе Это то что Правительство Украинское Пустило на смотек Вопрос с крымскими татарами Я не говорю Что там с татарами Нужно было как-то бороться Или какие-то Негативные вещи С ними делать Нет Но нужно было Какую-то выработать Ясную четкую политику То есть Что можно Чего нельзя Ну когда например В любимом Коктебеле В Тихой бухте Моей Да вот Татары просто начали Завозить стройматериал И в заповедной Это заповедная часть Тихая бухта Это заповедная То есть там не строят никто Вообще никто И нельзя Вот Это за горой Волошина Это такой Нетронутый участок Крыма Они просто привезли туда Строительный материал Начали строить Ну там практически Дошло уже до войны Там могла быть Самая натуральная война Потому что Приехали казаки И местные крымские И позвали еще друзей Из Северного Кавказа Наших казаков И там уже Стенка на стенку стояла Если бы кто-то выстрелил Ну Крымским Крымским властям Хватило мудрости Чтобы все это дело развести Сейчас там конечно Уже ничего нет Хотя еще Года три назад Можно было видеть Эти груды Вот строительного камня Но сейчас уже все убрали Вы помните Когда Советский Союз Располз Русские в республиках Оказались В меньшинстве Совсем в другом положении И отношение к ним изменилось Вот когда вы были в Крыму Вы почувствовали Какое-то изменение Русских людей По отношению к украинцам Нет Какой-то агрессии Злобы не было Совершенно ничего не было Меня даже честно говоря Удивляло Потому что вот до референдума Как раз были какие-то такие вот Ну терки Так вот иногда в народе говорят Да Вот особенно по отношению Допустим к татарам Которые самозахватом занимались Что-то такое было Но вот перед референдумом И после референдума Когда я уже ездил Абсолютно ничего такого не было И знаете Там живут умные люди Как и везде у нас в России И они прекрасно понимали Что большая часть Татарского народа Там в Крыму Она просто под определенным давлением И ну по-человечески понимали Ну да Ну вот человек вынужден говорить Что он против Хотя на самом деле Ему либо все равно Татары очень трудолюбивые люди И для них главная работа Семья и работа Они политикой практически не занимаются Ну и русские люди Или украинцы Те, которые были кстати говоря Тоже за рассоединение с Россией Они понимали Что татарам в этом смысле сложно Они как бы между двух огней Личное желание И вот такая Такая дисциплина Такая Сплоченность традиционная Сплоченность традиционная Поэтому они Они это понимали И никаких таких Серьезных рецидентов В этом плане не было Давайте подытоживая Наш разговор Расскажем о том С какими эмоциями Вы уезжали из Крыма Вы получили ответы На те вопросы За которыми ехали Я совершенно точно получил Я кстати говоря И сильно не сомневался Что так и будет Единственное Я конечно С процентом промахнулся Я тут Иван Иванович проиграл Я думал что меньше будет Почему? Потому что все-таки Я думал что татары Более активно выйдут Голосовать против Чего не произошло И я так понял Что многие украинцы Особенно западные украинцы Тоже просто не пошли голосовать И поэтому процент оказался Выше чем я думал Но то что он будет Положительным И очень положительным И в этом я не сомневался Поэтому действительно Когда мы с Иван Ивановичем Ночью ехали Слушали радио Мы ликовали Потому что Нас лично это вроде как Не касалось Но такое ощущение было Что нам вот с ним Подарок сделать Конечно Но я добавлю Вот когда Политики разговаривают О Крыме Некоторые немного забывают Что Крым это не только территория Это прежде всего люди И люди Официально выразили свое мнение Быть вместе с Россией Почему сейчас у Запада Это вызывает дикую злобу Слава Богу Что случилось так бескровно И так органично Если бы это не случилось Ну гадалки не ходи Сейчас бы в Крыму Разгуливали натовские военные И это был бы Непотопляемый авианосец У берегов России Со всеми вытекающими последствиями Наши власти Опередили Как бы планы натовских генералов Значит И это опять таки вызывает Вторичную полну злости Люди сказали да Власти поддержали И у нас сейчас Нет очага напряженности В райском местечке Друзья на этом все Спасибо что были с нами Напоминаю что сегодня Мы беседовали с депутатом Городской думы Публицистом Иваном Ситниковым И членом союза писателей России И союз журналистов России Александром Лонтьевым Большое спасибо что согласились прийти Всего хорошего Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова